Совместное заседание коллегии прокуратуры двух пограничных областей прошло на дня в городе Ружаны. Общий разговор был запланирован не случайно. Анализ проверок исполнения законодательства об охране историко-культурного наследия показал, что в Брестской и Гродненской областях практически схожи круг проблем. А это значит, вероятность того, что в ходе дискуссии будет выработан грамотный план их разрешения, была достаточно велика. Пожалуй, одной из краеугольных проблем, как на Брещене, так и на Гродничине, стала элементарная бесхозяйственность на объектах историко-культурного достояния. К большому сожалению, ряд историко-культурных объектов находится в таком плачевном состоянии, вследствие даже некоторых бездушья ответственных лиц, которые отвечают за их состояние. Ну, например, выявлены такие объекты на территории Ляховичского района, Кобрина, Каменецкого района, на которых просто-напросто имеет место элементарная бесхозяйственность, где надо просто убрать пластиковые пакеты, бутылки разбросанные, мусор, хлам, растут деревья на кровле этих объектов, имеется свободный доступ на эти объекты. Так у нас зафиксированы факты, когда в зданиях, в объектах историко-культурного наследия, на которых свободный доступ, к сожалению, собирается различного рода маргинальные личности, и там зафиксированы ряд преступлений вплоть до распространения наркотиков. Недостаток финансирования на реставрацию памятников истории и культуры – вопрос, который неоднократно поднимался на совещании. Все опирается в деньги. Да, их порой не хватает, но не хватает и хозяйской расторопности. Вовремя найти инвесторов, растительных хозяев, которым тот или иной объект культуры и по карману, и по душе. Проверки показали, что на Брещене более 20 объектов культового назначения никому не нужны, не используются религиозными организациями и приходят запустения. Если в двух словах – ни себе, ни людям. Кстати, в этом плане у Гродненских коллег есть чему поучиться. Есть опыт определенный по передаче инвесторам этих объектов и есть сложности, уже возникшие в процессе передачи. Поэтому, чтобы не наступать на эти же грабли, я думаю, что мы используем те моменты и заострим внимание наших органов исполнительной власти местных, в том числе, какие необходимые, скажем так, требования выдвигать к инвесторам при передаче этих объектов и при продаже этих объектов. Сегодня на Брещене находится порядка 740 объектов, входящих в список историко-культурных ценностей страны. В некоторых из них – усадьбе в Скоках, костюле Карла Баромео, Шавпинске – реставрационные работы уже закончены. В жемчужине Пружанского района, в Ружанском дворце Сапегов, восстановительная кампания продолжается, в чем воочию смогли убедиться участники коллегии. По словам Александра Лашина, заместителя генерального прокурора Республики Беларусь, благодаря неравнодушному отношению со стороны представителей местных органов власти, их желанию восстановить и сохранить живую историю в камне, прийти к общему знаменателю в таком серьезном вопросе, как охрана и популяризация историко-культурного наследия удалось. Факт налицо. Я доволен результатами той коллегии, которая прошла. Она у нас приняла достаточно неформальный характер. И несмотря на то, что по плану было запланировано два часа, вот это живое обсуждение данной темы, оно вылилось значительно в более продолжительное выступление. Было видно то, что каждый выступал не потому, что ему было, так сказать, отведено регламентом или чем-то, а то, что каждый хотел высказать где-то свою боль и свое решение своих проблем. На совместном заседании коллегии прокуратуры Брестской и Гродинской областей были обобщены все материалы, касающиеся результатов комплексной проверки. Выработан ряд подходов к решению существующих проблем. На основании вышеперечисленного представители прокуратуры внесут соответствующие предложения, которые будут направлены для дальнейшего рассмотрения в профильные министерства. Продолжение следует...